Как злодея, мы послужили полица и упражнители во Христе. Нет человека, который жил бы на земле, и который не страдал бы, не болел. Так установил Господь. А вот спортсмены, а вот алимпийские чемпионы точно так же болеют, точно так же кто-то под них подыскивается, под них. У них твои скорби. Когда воспоминания их читаешь, даже удивляешь. Сколько там разной борьбы. Конь все скажете, какой конь лучше. Ничего, натягивать проволоку, конь ломает ноги, а не падает, улыбается настость. Всюду и везде беззаконие, злословие. А как опровергнуть это? А как избавиться? Ну как, найти противника, высших и любителей, я так думаю. Дальше, быть более сильным, лучших защитников иметь. Апостол Петр говорит, чтобы они видели ваше доброе житие. И это доброе житие наше покроет все остальное. И врагов сделает друзьями. Нет другого способа. Люди говорят, давайте жить мирно. Вопрос, как? Я согласен жить мирно, но это невозможно. Почему? Рядом ходит дьявол, как рыкающий век. Это невозможно. Мы верим во Христа. Мы сейчас только читаем, что всем надежит нам страдать. Да так. Терпение даже и несовершенное действие. Почему? Ибо Господь страдал. Как страдал? На кресте. И вы заметите, где крест? От рождения. Крещение принимает, крестик надевает. На себе мы совершаем крестное знамение. На Библии крест. На храме крест. Умер крест. И всюду и везде крест. Это не наше страдание, а Христовы, которые призывают к страданию, ибо Он страдал. Бог терпел и нам, и Леонард, и они еще не знают, а поговорки-то сохранились. А Сатана по-своему подходит. Где-то неизвестно. То ли Сатана, то ли промысл какой-то, то ли замыслы человеческие. Но вот в добром умерении Петр подходит ко Христу. Господи, Ты идешь страдать, да не будет с тобой этого. Ведь какие-то слова хорошие говорится. Он жалеет Господа. Он другую биографию Христу пишет. Как Он мирно заканчивает жизнь. Уедет в Японию, как сейчас могилу Его охраняет Христову. Да мало ли что. Христос мгновенно ему отвечает. Отойди от меня, Сатана. Ты думаешь о том, что человеческое. Кто говорит, что Христос не умер, это Сатана. В Коране всюду и везде написано. Магомед учил, что Христос не умер. Вот и все определяется. Он просто вознесен на небо. Он не мог умереть. Объяснение дается в Коране. Потому что Он Сын Божий. Он все правильно понимает. И не Сыном Божиим называют, а Пророком. Значит, Он не умер. Да, и умер. Чтобы мы с вами маним поговорили. Отойди от меня, Сатана. Одной этой фразой Христовой мы уже все это отвергаем. Иудеи говорят так, что это был обманщик. Почему? А мы вспомнили, что тот обманщик, когда был живой, говорил, что через три дня воскресный будет. Это Евангелие так нам говорит. Значит, обманщик. А кто вы тогда? Вот это есть обманщики. Да обманщики дали денег и сказали, скажите, что вы украли ученики. Вы же на обман подбивали деньгами. Так это Евангелие написано. Сама жизнь показывает. Где нет Христа, нет мира. Сегодня кто насаждает вебу свою, свои права? Всюду и везде оружен, кто иудеев по закону Моисея. Моисеев, он прорубал все буквально. Все народности сразу смел, как не было. Повеление Божие было. И мусульманство. Христианское учение никому не подходит. Потому что оно зовет к миру. И погасить вражду, злословие может только доброй жизнью во Христе. Нет другого пути. И тогда во Христе едины будут все иудеи, мусульмане, христиане. Почему? А я для всех дел со всем, Павел говорил, чтобы приобретать место. И сегодня, которое отделяется, а вот они не такое потеря, а то другое. Я ухожу. Или что-то? Это не христианское учение. Ты никого не почитай ищи. Сосуд с неба опустился уже. А вот какой выход? Приобретатель. Если Господь что-то дает людям, то в конце говорит. И это говорит для того, чтобы благоветствовали. Я для всех дел со всем. Для патриарших, как патриарших, для доубежных, как доубежных, для баптистов, как баптист. А цель-то какая? Чтобы приобреть, по крайней мере, место. Для всех дел со всем. Ну ты пойди спроси старобрядцев. Вы сделали все для всех. Сложить в троих сердце никогда не сложит он. Потому что в этом смерть. И вот так научились. Потому что апостольское учение далеко. Да ты одним пальцем перекрестись. Я вам Златоуц говорит, что первые христиане крестились одним пальцем. И вот Златоуц это сказал. Старобрядцы печатают в книге своей. Так они прямо печатают. Но перекрестить нельзя. Он боится. Он не может сделать все тем, кто шел за апостолом Павлом. Почему первая ступенька не пройдена? Отвергнуть себя. Всему, чему ты научил. Себя это внутреннее я. Это не тело. Когда человек охородится, они говорят охородится такого-то. И тело такого-то на лаквете. Тело такого. Тело. А его уже там нет в этом теле. Павел и Петр говорят, когда покинут сию храмину, покину я. Это я животный. Это моя избушка перед вами стоит. Это не я. Внутри я. Это я, когда покидаю, то есть то, что называем душою. А эту избушку куда угодно деваю. Ну, конечно, ей честь отдают, потому что она удостоилась чести. В ней жил я. Я несколько слов хотел возобрать. Что такое совесть? Чтобы видели наше доброе житие во Христе. Что говорит об этом Слове Божие? Какое доброе житие? В монастыр идти. В тайгу спрятаться. Стит. Вторая глава. Восьмой стит. Слово здравое, неуколизненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас угодно. Опять то же самое говорит. Противник злой. Он подружится, подглядывает. Ну и как же его смирить? Добрым житиям. А пробежит. Мне это приходило не один раз. Я говорил по кровкам с собой. И выхожу. Бапки все время злобствовали. Бапкисты пришли тут порядок наводить. Идите у себя к бапкистам. Там наводите порядок. Выходит, падает, хватается за ноги. Прости меня. Я столько лет против говорила. Да ты же говорил о прохе, ты не меня. Какой-то крово Божий. Я-то такой же самый. Я еще бы ни порядок не нарушал. Да мне батюшка говорил, чтобы бапкисты. Прости батюшку. Меня прости. Иди молись Богу. Это ничего не значит. Это все развеется и как будто никогда не было. Останется истина. И чем больше лжи на нас будет, тем ярче будет пламя. Когда оно все потушится, вспыхет и все увидит. А он оказался не такой. А провергать надо не языком. Жизнь, притом ежедневную. 1 Тимопеев 6.3 Кто не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа, тот, и дальше поясняет, тот лжет. Здравые слова Господа нашего Иисуса Христа где? В Евангелии. А кто не следует? Да как же следовать, если их скрыли, их не перевели? И вот если по смыслу Слово Божие, Владимир, князь Владимир, у которого было 800 наложниц и 10 жен перед обращением, не хуже, Сарамон ожил. Сарамон хоть брата родного не был, а то брата убил, отнял у него жену. Если бы он по-настоящему обратился, ему показали греки Слово Божие, они ему не показали его. Они и сами сегодня греки не знают. Вот это самая глубокая яма и тьма, где греки сегодня. Ни одного благовестника нету во всем мире. То он бы сказал, какие средства есть князья, его боялись все. На чем пишут, на коря, еще телята. Рубить всех телят и каждый год. И сдать тысячу Библии. Да не Библии Новых Заветов. Да не Новых Заветов, хотя бы одна Евангелия. Ни одного за всю жизнь. Храма. Он шел, увидел там, кто везде, нашел, десятилетия, тряк, отсюда и везде. А как обращались там, ни чем. И он точно так, кто не будет крестить, то мне враг. Мы христианство-то настоящее не видали в России. Это уж дальше-то пошло. Нам сектанты показали его. Это пропустительно, что появились сектанты. Через их мы узнали, что есть Библия. Библия-то кто раздавал машинами на стадионах-то в начале перестройки? Они прям заезжали. Некоторые, конечно, рвали Библию и брали, не оценили. Ну, не слег. Вроде сохранили. Второе Тимофея, день 13. Сейчас Павел пишет, у него епископ, Тимофей епископ. И он ему пишет так. Держи здравоучение, которое ты слышал от меня. Так вот, давай тебе послание. Так это послание. Павел говорил намного больше. Я, говорит, учил там два с половиной года, в другом месте год. Четыре года на этапе был, в фирме сидел. И приходили невозбранные люди. Сколько же он говорил. Да какие же там вопросы-то были отвечены, с которыми мы бьемся. Вот прямо Борцов Павел сказал, детей не крестить. И все восхало. Или сказал, что не крестить детей, ни один ребенок в царствие Божий не войдет. Одно предложение, оно может быть было сказано. Может быть не один раз, но его нет. Теперь мы должны покрупиться в разных местах Писания, собирать, чтобы сделать вывод какой-то. И что от меня слышал? Можем ли мы в косметке сказать, братья мои, слушайте, как я сказал вам. Вот Владимир Мономах умирает. Какое прекрасное дает наставление, как у притвитера Сильвестра написано. Домострой. Все рассказал. Жена. Смотри за одеждой, чтоб боль не повела. Он все озаботился. Как сослугами обращаться. Пищи, вещи не за то, чтобы не выбрасывать холодильник, как не было. Пространно, пространно. Как милости не давать. Чтоб нищий ни один голос. Все правильно. Но ни одного слова нет про Библию. Почему? Чтоб плохой человек был. Ярослав мудрый, плохой. Слово мудрый уже просьбище. Большой буквы мудрый. Не было этого. Повторяю, не было. Никогда Евангелие в России не было проповедано прямо по Евангелию. Повторяю, я и не проповедник. Я просто открываю места и считаю. Я люблю Слово Божие и хочу, чтобы Бог заговорил с нами. Я кое-где-то слова соединяю и все. Сколько лет Писания-то мы слышим. Питу 1.9. Держись. Истинного Слова. Согласного с учением. А как ты так? Согласна он или согласна? Значит, Слово, которое говорят. Слово держись, если оно согласно. А если опять в Библии-то не сказано, но согласно-то. Ни одного места нельзя сегодня дать в наставление. Так это положение-то и сегодня. Хоть и Библия-то выпустили, но она в Библии лежит и покупает ее. Я знаю многих православных, о которых раньше была Библия. На авторитетах ее никакой нет. Они считают это как газеты. Так написано. Открывает журнал какой? Написано. Открывает репархиальную газету? Написано. Ну а что главнее? Даже спросили епископа. Что важнее? Каноны, которые написаны? Или сегодня живой епископ? Он говорит, который живой сегодня. Это же чисто католический подход. Нам нужен живой Бог сегодня как папа. Мы не имеем мистического разумения Бога. Бог везде и всюду. У нас был уже спор однажды. Настоящий спор. Пришли люди, не знающие тусания. А хозяйка, у которой я жил на квартире, она уже к Слову Божию приметилась. У нее трагедия. Богик муж. Только что убили сына. Вся семья разрушена буквально. А она, Слово Божие, так любила. И с Светимой едет в Новосибирске. И 60, около 70 лет. И она всем проповедует. Евангелие под мышкой. Ну так. А ложится спать по подушку плавит. Я ему завет подарил. И она услышала, вскоре подошла и сразу. Братья, простите. Я ничего не знаю. Скажите, о чем вы говорите? Вы прочитали? Что об этом Евангелии говорили? Все скоро кончились. Сразу же. Что об этом нам Слово-то Божие говорит? Что бы у нас ни возникло, давайте посмотрим, что Слово Божие говорит. Житейский любой вопрос решается здесь. В Титуту 2.12. Отвергнут нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво. Живите в нынешнем веке. Целомудренно, праведно. А это невозможно пока прежней неотвергнуть. А как прежней отвергнуть, когда не знаешь, оно хорошее или плохое? Оно вроде бы и хорошее. Каждая бабка любит своего внука. Ешь больше, спит больше. Вообще она замечательная его любит. Но кого она и готовит? Она готовит маленького пока поросенка. Ну и делала лишь вот огромный хряк, свинья. И ты сама первая будешь страдать от него. А ты-то сказала, сын, внучень, встань раньше со мной. Давай помолимся Бога. Как хорошо с Господом быть. Давай прославим воскресенье твою, выберем свет. Ну какая мать, какая бабка, получила вставать рано, понимала его, об этом заботилась. Захотел спать днем, ложится ребенок. А может, ляжешь ты, легкий откажет, не будет дышать. Давай помолимся, чтобы легкие у тебя работали, сердце работало. Ты найди себе это сначала, и тогда ты другому сможешь дать. В третьем послании Иоанна 1.10 говорит так. Есть диатреп. Тоже руководитель, видать, может, и пископ был. Который поносит нас злыми словами и сам не принимает братьев и запрещает желающим. А с ним что делать? Он же видит. Не принимает кого? Ивангелиста Иоанна. А так как надо было разнестись? Он считал, видимо, что его молитва настолько высота, что молитву сиянуть на голову нельзя. Как сегодня. А нам молиться с вами нельзя. А почему? А это московская патриотия. А это ваш епископ с кем-то молился. Так высоко человек ставит свою молитву. А ты разберись. Напиши на бумаге, сколько ты молишься, сколько ты ночные молитвы. Что ты возносишь? Ничего же нет. На пустоте сатана строится. Почему не боялся пророк Илья молиться, когда рядом Вааловы жрецы были? Они кричали, Вааля, услышь нас. И молитва его не осквернила. А тут настоящий экуминизм был. Его молитва победила. Пал огонь с неба. Ты никого не больше. Только одного Бога. Нам нельзя где-то молиться. Если человек перед тобой стоит, и ты не можешь его обличить, конкретно в ере, утвержденной соборами, ты просто лжец. Ты заговори дальше, и ты увидишь, что сатана просмеялся над собой. Если тебе столько Бог дал, и ты все потерял. 2 Петра 2.2 Придет время, когда путь истины будет в поношении. Так это же истина. А он будет в поношении, будут искать люди другого. Послание к Тимофею Павел пишет 4.10. Мы трудимся и терпим поношение. Даже странно так. Ну, это все естественно. Я к вам истинно говорю, когда что на меня говорят, я всегда думаю, вы все не знаете, вы бы больше еще говорили. Но когда говорить начинается на нашего батюшку, мне до того странно делается. Мы совершенно разные с батюшком в этом вопросе. Он видишь какой. И как можно на него что-то говорить? И потом совершенно ложные слова. И вы идете к священникам, а не такой священник. Я говорю, а вы другого знаете? Нет, не знаю. Ну, поднарисуй мне, какой он должен быть. Пошли, вы батюшки, пошли. Ну, напишите, каким он должен быть, а я не знаю. Ну, не такой. Ну, а какой не такой? Это я на что-то ориентируюсь, а должен держать? Ну, Христо. Ну, я тоже думаю, хорошо, может быть, похожим на Христа. Но не удается всегда так быть. И терпим поношение. Это мы привыкли так к святой, апостол, павел, за счет большой буквы. А его не признавали. У Заталуса было столько врагов, что епископ и сверзли его, епископ и патриархи его сверзли. Это путь, указанный Господом. Это Богу угодно, если терпим несправедливо. Хевреем 10.33. Среди поношений и скорбей служим зрелищем. На нас все смотрят. Как будто представление какое. И я думаю, что главное зрелище по отношению нас и нашей общественности великий. Нам уже больше знать нечего. Там все оборвалось. А либо же все кончилось, убедились. Что изменилось? Да будет возрождение у русского государства. Возродилось. Как он сидели бомжи, я хожу мимо, так и сидят. Пьяницы как были, были. Как мутовали по радио, так то же самое и идет все. Ничего нигде не изменилось. Мы и говорили, это просто идет игра. А что-то выиграл президент, и он ничего не выиграл. Он уходит из него и спрашивает ничего уже. Он вчера шли уже. А вот про совесть, как говорится, в Пове Божьем. В Новом Завете о совести упоминается 28 раз. Мне очень странно, что в Ветхом Завете вообще ни одного раза совесть не упоминается. С чем это связано? Хотя в экономическом мире он два раза говорится. На Ветхом Завете три раза по объему больше нового. Ни разу. Как? Все, понятия не было. Ответ не нахожу. Ни у кого-то святых отцов я не находил, что они симфонии не имели в руках. Иоанн 8, 9. И будущее обречаемое совестью удаляли. Кто удаляли? Иудеи, которые стояли, хотели побить камнями. Значит, если говорится, что они будущее обречаемое совестью, а они в Северсо-Завете значит совесть была, только они не упоминаются в Библии. Они-то обречаемые были совестью. Мы сегодня с людьми, которые против нас появились что-то. Мы говорим, ну давай, покажи, сядь. Мне ничего не может. Совесть не обречает. А обречала бы совесть, он сказал, я не прав, я исследовал, я не прав. Первое Петра, 3, 21. Самое главное пробуждение нашей совести произошло в крещении. Когда мы давали обещание Богу служить доброй совести. И больше ничего не надо. Придумали, что монаховство принимает, это человек как бы дает обещание служить совести. Ничего этого. А вот монаховство принимает, это как бы второе крещение. Все выглядит так. Второго крещения, во-первых, нет. Обещание доброй совести в крещении, прощение грехов в крещении. Ничего нигде нет. Иные думают, так, что я вас поменчаю, и я говорю, зачем ты поменчал, потому что ты не думал жить-то. Ну, думал, всю жизнь, гудно прожил, хоть один раз будет законно. Да ничего оно не изменится. Я думал, что тогда то, как-то покроется. Люди многое придумывают, по-соборовой, жить нельзя, как можно жить. А одно только говорится, что Господь дал человеку совесть, и к ней надо обращаться. И на молитве надо обращаться. Господи, пробуди мою совесть, владыка святей истины, дай мне добрую совесть. Если человек оказывает бессовестный, говорит, бесстыжие глаза, это стыд, это напоминание о совести, тревога о совести. Климинам 2.15 И совесть язычникам свидетельствует и мыслей, то оправдывающие, то осуждающие. Это вы язычников, у неверующих. Климинам 13.5 Надо напоминоваться по совести, а не только из-за страха. Речь идет о послушании на работе. И по совести. Если ты подрядился работать, подписал уже там, что требуется, выполняй. Первое корнифор, дети 25. И что продается на творжище. Ешьте без всякого исследования до такой двористи. Если сегодня начать исследовать, как некоторые объясняют, если я мужик, как Феодор, говорит об этом, студит, Максим Исповедник, это мученики, то конца никакого не будет. А как этот был рукоположен? А не было же он за деньги поставленный? А тот с кем-то был. Но этот не за деньги, а тот, а перед ним. А их таких было уже прошло 110 человек, один от одного рукоположают. А если один неправильно, тогда прервалась благодать. Это все вытрекает. И святые отцы видели, что это глубокая яма, и сказали не исследовать. Не исследовать. Ты благословляйся. Ты видишь, человек признает Троицу, рукоположение сохранено, больше нам ничего не надо. Нам не нужна какая-то первая, вторая, третья степень, или кисло, что определяли. Этому конца не будет. Идите и благовествуйте. Вот что нам сказал Господь. 1 Тимотея 1,19. Имея веру и добрую совесть, имейте, которые некоторые отвергнувши, потерпели кораблекрушение. Без доброй веры, без совести ничего не будет. Корабль послужил. И что пользует, если 10 бергеров было в корабле, а только одну ты не залатаешь, точно так же пойдет корабль поднуть. Что пользуешься 9 заповедей выполняешь, а одну не будешь выполнять улучшим. А одна из главнейших заповедей, не судите друг друга. Почему ее не дело в новом местах? Не судите. Не просто не судите рядом. А ведь судятся тех, которые давно умерли. Тех, которые благословляли, были епископы и прочее. Миллионы людей, а я никого не сужу. Это обман. Если ты отвергаешь и говоришь, что там нет священства, нет благодати, это я, может, это осудил, то миллионы людей, которые находятся под благодати. Первая тематерия. 4.2. Через лицемерие уже словесников сожженных в совести своей. Страшные слова. По-другому, уже словесники лживые слова. А как от совести сжигается? Чем? А вот сегодня ее не послушал, придавил. Завтра отверг, послезавтра, потемнело, потемнело и, наконец, а совесть тоже, чтобы не горела, она все время размачивает. Вы знаете, чем? Господи, я опять поступил не по совести. А знаете, когда человек зимой уходит, все время обуш, а летом раздувается, там и маленький камушек дает в подушку, а постепенно ходит, а летом уже, в конце лета уже и не чувствует. То есть, как и то есть, если человек живет по совести, самое маленькое или что-то не по совести его уже тревожит. Одно слово сказанное покоя человека не нахожу. Над совестью надо бодрствовать, стражем стоять, вопрошать Бога, Господи, сколько бы не мерцвела совесть. А мерцвела совесть все бесполезно. Уже не удержать. Титул 1.15 Для чистки все чистят. А для скверленных и неверных нет ничего чистого. Но сквернены их в клуб и совесть. Когда у нас совесть сквернены, тогда человек ни у кого ничего не видит доброго. Брошек на неделю принес, ну, зашел к католикам, послышали, что есть местного священника, отправляют сейчас благовестовать на Аляску. Это Канада. И он едет туда. Визык надо изучать. Да, изучать будем изучить. Все уже. Он уже осенью туда уезжает. Ну да, подарили ему книгу нам журнал, он называется Святая Радость. Название журнала красочное, светлое, хорошее. Но какая радость? Да не какая-то, а святая. Открываю. Все молятся без плотков. Женщины, девушки. Все, почти все, ну, может быть, все в брюках. Сидят девчонки в брюках, священник в корме, тазик налил и девкам этим, проси за выражение, мой, мой, гель. Святая Радость. Кому она радует, они не женатые, можете, ну, это радость. Вот какая-то, хоть и так мерзкая. Я лично этого нигде не видел, писания нигде не видел. Не вижу я в этом великого целомудрия. Стоит папа, смеется, как-то широко раскрыт рот, руки протягивают. И видно, веселый, хороший. Был бы он плохой, его бы так не любили. Но в брюках за 70 далеко лет. Для чего? И тут же переворачиваешь в каждом журнале в конце об Иисусе Христе, все апостолы с бородами, Христос с бородой. Совершенно как будто это другое. В каждом журнале это одно и то же. Я не могу этого не видеть. Если я считаю речь о Святой Радости, она должна быть посольщиной. Святая Радость должна быть согласованием со священным Петалем. И вы говорите, что это церковь? Да, говорю. И говорите, что у них, у католиков, есть благодать? Утверждаю, что есть. Жена остается женой, хотя бы она была и блудница. Священное Питание говорит. Так вот нам, католикам-то, им нужно что-то дать. Его пригласили. Я сказал, пригласил его к нам. Хотя, думаю, вряд ли придет, но похоже и не пришел. Поэтому апостол Павел говорит так, что имейте добрую совесть, имейте, ищите. Зовите Господа, чтобы совесть пробудилась. И если нас будут злословить, то самый лучший способ борьбы это сквятая жизнь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok